Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как можно запустить Windows с ограниченным количеством потоков, именно связанных, скажем так, своего рода ядер, и количеством оперативной памяти. Прежде чем вы будете это делать, обязательно учтите тот факт, что нельзя ставить значение меньше, чем минимальные системные требования вашей операционной системы. Допустим, если у вас Windows 10, может быть 11, ни в коем случае не рекомендую ставить меньше, чем 4 гигабайта оперативки. То есть, если вдруг какая-то произойдет проблема с тем, что у вас будет недостаток, то Windows просто может напросто не стартануть, поэтому делайте все, как говорится, на свой страх и риск. Для чего это нужно в случае, вдруг у вас какая-то старая программа или игра, и, как правило, бывает так, что старое приложение какое-то не распознает, сколько у вас стоит оперативки, либо же, допустим, число потоков, что мы с вами делали и проделали эту операцию в прототип 2. Игра, в принципе, не такая уж и старая, но свыше 8 потоков, если у вашего процессора игра просто не запускалась, чисто банально, даже никакой ошибки не выдавала. Итак, мы с вами нажимаем на сочетание клавиш Windows плюс английская буква R, и открывается вот такое вот окно под названием «Выполнить». Если уж вы этого не знаете, как сделать, то в пуске, если у вас Windows 7, можно найти его в разделе «Стандартный», по крайней мере, через пуск Windows 11 этого параметра, именно раздела «Стандартный» там просто нет, поэтому показать вам, к сожалению, не могу. Но либо же можно через поиск «Картана», если вы уж не знаете, как на клавиатуре, конечно, это найти, хотя это весьма странно. Просто открываете поиск и здесь в разделе, собственно, поиска нажимаете и вводите «Выполнить». Мы его просто с вами запускаем и вновь открываем данное окошко. Здесь мы с вами вводим вот такую команду под названием «msconfig». Нажимаем «Ок». После этого у нас с вами открывается конфигурация нашей с вами системы. Заходим в раздел «Загрузка» и вот здесь мы с вами выделяем, если у вас несколько операционных систем, ту, которая необходима, но либо же она может быть одна единственная. Нажимаем «Дополнительные параметры». И вот здесь в дополнительных параметрах можно поставить ограничение на количество числа процессоров и на максимальное количество оперативной памяти. В число процессоров здесь выступает количество потоков, то есть от самого максимального до минимального единичного. Но, повторюсь, самый минимум лучше не ставить, потому что чревато очень нехорошими последствиями скажутся, может, не только на производительности вашей системы, но и в том числе, прежде всего, то, что винда туп может не стартануть. То есть выделяем, выбираем то количество, сколько нам с вами нужно. Также, ну, либо же, допустим, количество оперативной памяти. То есть ставьте, я напомню, обязательно не меньше минимальных системных требований вашей операционной системы. Допустим, меньше 4 гигов оперативки я бы вообще не рекомендовал ставить. Просто очень опасно это может быть. Обязательно также не забудьте после того, как вы все это выполните, проделать ту же самую операцию. Просто здесь поснимать галочки, нажать ОК и перезагрузить комп с тем, что у вас все как бы заработало, вернулось к тому, что было. То есть выделяем, допустим, 4 гигабайта, может быть, там или, допустим, 8 гигов, сколько вам нужно. И просто нажимаете ОК, после этого нажимаете применить, вас запросит перезапуск, вы нажимаете Да и перезапускаете ваш компьютер. Вот, собственно, и все. Так что на этом пока что все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, раз сказать, друзья, огромное спасибо за внимание. До новых встреч, скоро идти, не переключайтесь, огромное количество гайдов, летсплеев и всего классного сможете найти у меня на канале. С вами был Оширанко, до новых встреч и пока-пока, не переключайтесь, ребятушки, будет много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok